Здравствуйте, с вами Дмитрий Книга и новости Ленинского городского округа. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Состоялось 37-е очередное заседание Совета депутатов муниципалитета. Пока установка такая, что те вакцинированные, у кого есть QR-код, их эти ограничения не коснутся или коснутся в какой-то минимальной, соответственно, мере. Как проходит перепись населения в нашем округе. Добрый день, перепись населения. Не проходили самостоятельно на госуслугах? Нет, еще не проходили. Все, перепишемся? В госавтоинспекции состоялся день открытых дверей. Мы следим за тем, чтобы у нас был порядок на дорогах. В администрации Ленинского городского округа состоялось 37-е очередное заседание Совета депутатов муниципалитета. Большинство вопросов повестки были вынесены на Совет не в первый раз и приняты без последующих обсуждений. Два других пункта заняли чуть больше времени. Какие решения по ним приняли народные избранники, расскажет Юлия Пагасьян. Присутствует на заседании 25 депутатов. Кворум есть, можем приступать. 37-е очередное заседание Совета депутатов Ленинского городского округа в режиме ВКС объявляется открытым. На повестке 37-го заседания Совета депутатов стояло 6 вопросов. Все они заранее были проработаны на профильных комиссиях. Первая и самая важная тема дня – утверждение положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в сфере дорожного хозяйства. Докладчиком выступил заместитель главы Ленинского городского округа Сергей Гаврилов. Предметом муниципального контроля является соблюдение юридическими лицами и индивидуальными принимателей обязательных требований по двум направлениям области автомобильных дорог и дорожной деятельности, в части эксплуатации обеих дорожного сервиса и рассуждения работы капитального текущего характера и содержания обеих дорожного хозяйства, и установив отношения переводов по муниципальным маршрутам и регулированным переводам. Контрольным органом и полномочным осуществлением муниципального контроля является администрация Ленинского городского округа в лице Управления дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта. Цели такого контроля – выявление и пресечение неисполнения обязательных требований к деятельности на автодорогах местного значения и на муниципальных маршрутах регулярных перевозок. По этому вопросу народные избранники приняли единогласное положительное решение. Еще одна важная тема касалась непосредственной работы Совета депутатов – утверждения перечня и состава постоянных комиссий. У нас, собственно, обнаружилось свободное место в комиссии по ЖКХ и благоустройству. Напомню, председатель комиссии у нас Алексей Юрьевич Валуев. Соответственно, на профильной комиссии уже поступило предложение по конкретной кандидатуре. Прошу тогда слово предоставлять Валуеву Алексею Юрьевичу. У нас есть такой замечательный человек, как Александр Васильевич Баютин, который возглавляет тот старый город, поэтому мы предлагаем как раз его включить в состав комиссии. Возражений по кандидатуре не поступило. Единогласное решение – за. На очередном заседании Совета депутатов присутствовал временно исполняющий полномочия главы Ленинского округа Алексей Спаски, который свое выступление посвятил теме предстоящих нерабочих дней в связи с обострившейся эпидемиологической обстановкой. Андрей Юрьевич проведет соответствующую ВКС с главами территории для того, чтобы определить позицию и ту последовательность действий, в какой будет жить Московская область. Пока установка такая, что те вакцинированные, у кого есть QR-код, их эти ограничения не коснутся или коснутся в какой-то минимальной, соответственно, мере. Но, повторюсь, все подробности, все те вводные, все установки, которые будут получены, мы доведем. Напомним, по поручению президента Российской Федерации нерабочие дни объявлены с 30 октября по 7 ноября. Юлия Погосян, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. С 15 октября в стране стартовала перепись населения. С начала недели в Ленинском городском округе начался обход домов. Как узнать переписчика и долго ли заполнять анкету, узнала Александра Столярова. Фирменная жилетка, шарф, портфель Росстата и планшет. Переписчики сегодня одеты с иголочки. 374 человека с 18 числа обходят дома в нашем муниципалитете. Свою смену они начинают одинаково – с обновления базы данных и инструктажа. Желаю нам всем удачи и быстро пройти перепись нашего ЖК. Я для себя определила о том, что люди, во-первых, нежелательно, наверное, ходить с часу до четырех, потому что если мамочки с детьми, детки спят, то, конечно, то, что я буду звонить в квартиру, неудобства людям. Лучше ходить либо до часу, либо после четырех, а дальше уже вот как получится. В среднем за смену переписчик обходит около 20 квартир. За каждым закреплены определенные адреса и подъезды. Добрый день. Перепись населения. Не проходили самостоятельно на область услугах? Нет, еще не проходили. Перепишемся? Заполнение анкеты занимает не больше 15 минут. Здесь всего 33 вопроса о семейном положении, условиях проживания, владении языками и источнике дохода. В числе первых участие в переписи принял серебряный призер Олимпиады в Токио Иван Гирев. Мне приятная девушка пришла и спросила вопросы, которые она должна была спросить. Но что делать, если ждать переписчика дома неудобно? Мешает график работы или есть какие-то планы? Тогда берем компьютер, ноутбук или, как я, телефон и заходим на госуслуги. Это один из самых простых способов пройти перепись. На сайте не нужно ничего искать. Главная страница сразу же предлагает принять участие. Всего за несколько дней с начала переписи ответить на вопросы дистанционно решили более 4 миллионов жителей нашей страны. Тем не менее, если такой способ заполнения листов неудобен, в округе открыт 61 переписной участок. Финансирование осуществляется также с федерального, с регионального уровня на численность постоянного населения. А постоянного населения у нас действительно много. Поэтому я обращаюсь, перепишитесь, пожалуйста, те, кто проживает в Ленинском городском округе, чтобы у нас и хватало и детских садов, и школ, и чтобы у нас не было очередей в поликлиниках. В течение месяца переписчики придут в каждый дом. При необходимости вы можете сообщить на свой переписной участок дату и время, когда удобнее всего их встретить. А если вы уже заполнили листы дистанционно, то сохраните QR-код. Его отсканируют, и отвечать на вопросы заново не придется. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Это свинья. Ой, теперь он и тебя сосчитал. Александра Столярова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видно этого. В госавтоинспекции Ленинского городского округа прошел день открытых дверей. В гости к сотрудникам ГИБДД пришли учащиеся начальных классов видновской школы номер 7. К ним присоединилась и наша съемочная группа. Подробнее в сюжете Натальи Буслаевой. Сотрудники ГИБДД – частые гости в образовательных учреждениях Ленинского городского округа. Регулярно сражепорядка проводят для детей различные профилактические мероприятия. Но, как отмечают инспекторы, все-таки наибольшей популярностью у ребят пользуются дни открытых дверей в госавтоинспекции. На открытом уроке учащихся начальных классов видновской школы номер 7 познакомили с профессией инспектора дорожно-патрульной службы. Мы следим за тем, чтобы у нас был порядок на дорогах. Чтобы наши пешеходы соблюдали правила дорожного движения, переходили дорогу у нас по пешеходным переходам. Ребята еще раз убедились, что, переходя проезжую часть вне зоны пешеходного перехода, они рискуют в лучшем случае попасть в списки юных нарушителей, а в худшем – в дорожную аварию. После лета дети забывают о безопасности. Поэтому, начиная с сентября до конца октября, мы проводим вот эти рейды, связанные с повторением правил дорожного движения. Это, опять же, и интересно, и весело, и в то же время дети повторяют правила безопасности. Поэтому, когда они уже выходят на дорогу, они ведут себя совсем по-другому. То есть, более осознанно переходят в тех местах, где это можно. На мероприятии инспекторы подарили ребятам световозвращающие фликеры и напомнили об обязательном их использовании на верхней одежде. В осенне-зимний период это особенно важно из-за короткого светового дня. Правило, что пешеходные пешеходы должны переходить по пешеходному переходу и где человечек в зеленом цвете. А в заключении экскурсии школьники познакомились с полицейскими кинологами и их четвероногими напарниками. Ребятам рассказали об особенностях дрессировки и условиях содержания служебных собак. Во время встречи у мальчишек и девчонок была прекрасная возможность задать полицейским интересующих вопросы. Я задавала вопрос про то, ну, со скольки лет берут собак на службу. Мне просто было очень интересно, потому что, как бы, ну, могут быть прям с малого возраста, может быть, нет. Мне очень понравились собачки, вот. Еще мне понравилась одежда полицейских. Хороший контакт с детьми. Во-первых, наверное, сегодня это самый лучший вариант, да, знакомства с профессиями и в том числе и профессии кинолога, потому что вот наши собачки дружелюбно сегодня принимали, если вы видели, наших гостей. Вот. С одной стороны, мы показывали, что это служба, что это тяжелый труд наших сотрудников и наших четвероногих друзей. А с другой стороны, что это друг друга взаимопонимание. Стоит отметить, что дни открытых дверей для юных участников дорожного движения сотрудники ГИБДД проводят на постоянной основе. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Героиню нашего следующего сюжета родители назвали в честь обладательницы 15-ти статуэток Грэмми, певице Адель. Она, как и ее знаменитая тезка, обожает петь и выступает на большой сцене, но живет не в далеком Лондоне, а в России, в Ленинском городском округе. А недавно юная артистка стала участницей шоу талантов «Лучше всех». Семилетняя Адель Загребина из Молокова с раннего детства обожает петь. Несмотря на столь юный возраст, она уже точно знает, кем хочет стать, когда повзрослеет. Мне нравится делиться своим творчеством, но это же так здорово. Я люблю дарить всякие эмоции. Моя мечта – занять Грэмми. Я хочу быть великой певицей. Мне это очень нравится. Музыкальные способности девочки ее мама Илона, пианистка по образованию, заметила, когда ребенку было всего два года. Я уже видела, что она отличается, что она слышит, ритм правильный воспроизводит, что нотки берет и начала развивать ее побольше. Вскоре к урокам вокала добавились и занятия в музыкальной школе. Адель поступила сразу на два отделения – скрипку и фортепиано. Но со временем решила сосредоточиться на первом инструменте. Сейчас она занимается музыкой в детской школе искусств поселка Развилка. Несмотря на свой юный возраст, очень целеустремленная, очень работоспособная. То есть помимо занятий, есть свободная минутка, всегда достает скрипку, всегда начинает заниматься, при этом при всем она совершенно не устает. То есть не для того, чтобы именно прийти на урок занять, а это и все идет абсолютно у нее как бы от чистого сердца. Мне очень приятно, что именно в Развилке появилась такая звездочка, которая будет нас радовать своим выступлением на концертах, ну и, естественно, может быть в конкурсах каких-то, тоже надеемся. Инструмент ее тоже достаточно сложный, потому что выбор инструмента скрипка тоже говорит о многом, о характере человека, о характере ребенка, потому что скрипка – это один из самых сложных инструментов. Сейчас у Аделии за плечами победы в более чем 20 всероссийских и международных вокальных конкурсах. А недавно она приняла участие в шоу «Лучше всех» с Максимом Галкиным на Первом канале. Это огромный опыт, потому что нужно было сделать все новое и в очень сжатые сроки. То есть эту песню «Титаник» на самом деле выбрал проект. Там очень круто. Там Максим Галкин такой добрый, хороший. Прям хочется его так обнимать. Мы с ним играли в овечек. Кстати, на этом таланты юная Аделия не заканчиваются. Девочка профессионально занимается еще и художественной гимнастикой. Но это, говорит, так для души. Впрочем, хорошая пластика и гибкость юной артистке наверняка пригодятся. На сегодня это все новости. Всего вам доброго и до свидания.